10 лет и за это время мы поработаем с более чем тремя тысячами клиентов из, я даже не знаю, скольких стран мира и многие крупнейшие интернет-проекты по миру и многие крупнейшие корпорации, да, там из топ-100, топ-10, они являются нашими клиентами и, наверное, еще большее число использует наш софт. Ну, что интересно, что в мире open source мы часто не знаем, кто использует наш софт, да, то есть обычно вещи происходят как бы в таком, в обратном порядке, да, то есть если мы говорим про какой-нибудь там закрытый софт, Oracle, да, Microsoft SQL Service, люди приходят, говорят sales команды, там думают использовать его им или нет, да, там потом начинают использовать и понятно, что все клиенты известны. Наши пользователи нам, грубо говоря, ничем не обязаны и поэтому мы очень часто, люди приходят к нам и говорят, вот мы используем там ваш перкона сервер или там перкона экстра бэкап, нам это очень важно для нашего бизнеса, вот мы хотим прийти и стать вашими клиентами. Что мы делаем из open source решений? Грубо говоря, это можно изобразить вот как это показано на этой фотографии. У нас есть много решений для MySQL, у нас есть пока не так много программных решений с открытым кодом для MongoDB и вот новый проект, который я как раз таки покажу, перкона монетарь и менеджмент, он поддерживает оба технологии. Давайте посмотрим, что мы делаем в мире MySQL. Перкона сервер for MySQL, ну или то, что мы многие знают просто как перкона сервер, это наш продукт, который полностью совместим с MySQL, но включает в себя некоторые дополнительные фишки. Как я сказал, в принципе, для многих простых проектов можно использовать MySQL, он работает хорошо, но и в перкона сервер мы включаем решения, которые мы считаем важны для проектов с серьезной нагрузкой, где много запросов, большие объемы данных, где может быть нам хочется минимизировать даунтайм, если мы делаем какие-нибудь там операции, где нам нужно очень хорошо понимать, что происходит внутри системы. Для всех вот этих вот проблем был создан перкона сервер. Надо сказать, что перкона изначально была основана как компания, которая фокусируется на консалтинг. И многие решения, включая перкона сервер, были созданы не из идеи, вот давайте мы сделаем продукт и будем делать на нем много-много денег. А скорее из нашего понимания, что просто вот консалтингом, говорить, вот возьмите MySQL, мы вам подскажем, как его правильно настроить, как оптимизировать запрос, это было не всегда достаточно. То есть были некоторые ограничения уже, которые нужно было решать в коде. И именно по этому поводу мы создали сначала такую, то, что мы называем extra DB, это как улучшенные варианты на DB. И потом включили все это в перкона сервер. Еще раз уточню, что для нас очень важно здесь эта полная совместимость с MySQL. То есть мы не пытаемся создать, скажем так, какую-то базу данных, которая другая, потому что мы считаем, что это создает больше проблем для наших пользователей, которые хотят все-таки быть совместимы с решением MySQL, но получить больше. Поэтому даже, например, по версиям перкона сервер нумеруются так же, как и MySQL. Например, перкона сервер 5.7.12, по большому счету MySQL 5.7.12, с дополнительными всеми фичами, то есть можно пользоваться соответствующей документацией и так далее и тому подобное. Что еще мы делаем? В последние годы MySQL в собственном сервере прошел небольшое разделение на MySQL Community Edition, который Open Source, и MySQL Enterprise. И некоторые возможности, которые нужны всяким большим корпорациям, они недоступны в Open Source решении. Такие, как внешняя аутентификация, такие, как аудит или же то, что MySQL называет enterprise scalability, поддержка многих тысяч и даже десяток тысяч одновременных соединений. То есть мы делаем эквивалентные решения и включаем их в перкона сервер в открытом варианте. Ну и последняя вещь, которую можно заметить. У нас недавно мы купили такую компанию, называется TokuDB. Она занималась продвинутой системой хранения, альтернативной для InnoDB, которая называется TokuDB. Это еще одна дополнительная возможность, которая доступна в перкона сервере, недоступна в стандартном MySQL. TokuDB хороша, если вам важна высокая скорость вставки. То есть если у вас в основном критичным компонентом производительности является запись и компрессия. То есть если у вас много данных, хотелось бы, чтобы они занимали меньше места. Следующий софт. Перкон экстребака. То есть база данных, это, конечно, важно, но если база данных критична для бизнеса, то ее нужно производить резервное копирование. Правильно же? Иначе данные можно потерять, и ничего хорошего из этого обычно не происходит. При этом надо понимать, что такие технологии, как RAID или же Slave, они не являются резервным копированием. Потому что если у вас разработчик сделал ошибку какую-нибудь, выполнил запрос, удалил парочку троликов у вас данных или сделал какое-то обновление, это все будет скопировано на все копии, которые у вас размещены на RAID диске, даже на ваши все слейвы. То есть бакапы нам делать нужно. При этом мы хотим делать бакапы с минимальным эффектом по производительности для наших серверов. Правильно же? И вот именно для этого мы сделали решение Percon Extra Backup, которое тоже в чем-то является эквивалентным или же аналогом такому софту, как MySQL Enterprise Backup, опять-таки который не является свободным программным продуктом, и Oracle раздает только подписчикам. На текущий момент, как мы знаем, Percon Extra Backup является наиболее, скажем так, широко используемым продуктом для резервного копирования как MySQL, так и MariaDB, Percon Server, потому что ее можно использовать бесплатно, она включена в многие дистрибутивы и так далее. Следующий продукт, о котором имеет смысл сказать, это Percon ExtraDB Cluster. Я думаю, многие здесь знакомы с MySQL репликацией, которая работает всем хорошо, но с точки зрения… но у нее есть два таких, скажем, недостатка. То есть один недостаток связан с тем, что эта репликация асинхронная сам по себе. Это значит, что если нам нужны гарантии, что если у нас сервер падает, то не теряется ни одна из транзакций, то нам такой тип репликации не подходит. Многие в MySQL используют либо какие-нибудь дополнительные костыли, например, мы кладем MySQL на Sun и используем Failover, либо мы используем такие технологии, как репликация на уровне хранения данных, как DRBD. В более новых версиях в MySQL появилась такая технология, как семисинхронная репликация, то есть семисинхронная репликация, которая тоже позволяет нам отчасти решить эту проблему, но за счет тоже серьезного снижения производительности. Вторая проблема MySQL репликации, она заключается в том, что нам нужно постоянно думать о том, что мы с мастером, мы пишем только на мастер, со слейвов мы можем читать, и только читать, используя те запросы, которые не критичны по… которые могут читать несколько старые данные. И многим разработчикам это как бы не нравится. То есть хотелось бы нам просто иметь кластер, который мы могли бы наращивать, и где можно было писать на любой узел, читать с любого узла. Вот как раз-таки такое решение и предоставляет Perkona XRDB Cluster, который основан на технологии Galera, как библиотека для репликации. Но мы проводим тоже много оптимизации, интеграции для того, чтобы предоставить вам полный продукт, а не только библиотеку. То есть когда меня люди спрашивают, ребят, а в чем разница между Perkona XRDB Cluster и Galera, я объясняю это примерно так же. Как вот у нас есть Linux kernel, можно пойти на kernel.org, собрать его, скомпилировать, можно к нему glibc прилепить и прочее, и сделать свой собственный дистрибутив Linux. Но, наверное, этого делать не надо. Проще пойти и выбрать Ubuntu, или Red Hat Enterprise, CentOS, что угодно. У нас такая же здесь идея, то, что Galera является чем-то как Linux kernel. Мы же предоставляем Perkona XRDB Cluster как дистрибутив, где библиотека Galera оптимизирована, интегрирована, протестирована, совместима с другими компонентами и так далее. Ну, сразу оговорюсь, что как все технологии, Perkona XRDB Cluster тоже технологии, не являющиеся серебряной пулей, и она подходит не для всех приложений, но для многих приложений мы видим, что люди находят ее более удобной в использовании, чем технология майской репликации. Особенно она популярна среди больших корпораций, которые привыкли к таким вот кластерным решениям от Oracle, от других провайдеров, и для них часто производительность — это не самое главное. У них может быть приложение, которое не настолько высокопроизводительное по своим запросам, но им очень важна надежность и простота использования их командой. Следующий момент — это Perkona Toolkit. Perkona Toolkit — это набор утилит, который пользуется DBA для того, чтобы управлять MySQL более удобно, более эффективно. Мы в Perkona, работая с многими клиентами, посмотрели, что есть такие очень типичные задачи, для которых все пишут какие-то свои костыли. И мы для многих из этих задач сделали стандартные скрипты, которые включены в Perkona Toolkit. Например, наиболее типичные утилиты, которые туда входят, — это PtQuery Digest, который позволяет нам оптимизировать и понять, какие у нас запросы тормозят сейчас, что создает большую нагрузку на сервер. Есть такие утилиты, как PtStalk, например, которые позволяют нам понять, если у нас вдруг бывают такие моменты, когда сервер работает не очень хорошо, как бы нам собрать тонну диагностической информации в 3 часа ночи, чтобы ее потом с утра можно было посмотреть. Или же другая очень важная утилита, называется PtTableChecks, которая делает проверку консистентности между мастером и слейвом. Это, может быть, не всем понятно. Зачем нам проверять консистентность между мастером и слейвом? Это же вроде репликация, встроенная в базу данных, там и все должно быть консистентно и хорошо. Но на самом деле проблемы здесь две. То есть, во-первых, в любом софте, даже в MySQL и Percon и сервере, есть баги. Поэтому существуют возможности, что прореплицируется что-то не так. Особенно во времена, когда использовалось часто MySQL, то, что называется statement level replication, которое реплицировало непосредственно запросы, мы постоянно находили, скажем так, такие случаи, когда запрос на обновление данных будет не до конца детерминирован по сути своей выполнения и приводить к рассинхронизации мастера и слейва. Но даже если вы используете role-level репликации, которая не должна создавать такие артефакты, то существует опасность, например, что какой-нибудь скрипт или какой-нибудь разработчик пошел и написал напрямую на слейв. Есть множество решений, чтобы этого предотвратить, но на практике на 100% это предотвратить не удается. И часто кто-нибудь это делает. Так вот, пяти table checks позволяет нам определить, произошла ли рассинхронизация по любую из этих или каких-то других причин. И у нас есть другая утилита, пяти table checks, пяти table syn, которые позволяют данные синхронизировать. Следующий, я тул за, это Percona Monitoring Plugins. Что это такое? Ну, опять-таки, работая со многими клиентами, мы многим помогали создавать системы для мониторинга. И наиболее стандартные из решений, графики, либо проверки для Nagios мы собрали и запаковали в решение Percona Monitoring Plugins. Оно содержит, наверное, наиболее важные скрипты, как для мониторинга через Nagios, так и темплейты для таких решений, как Zabbix и как-то для того, чтобы получить графики. Следующее. Для MongoDB что мы делаем? Если кто не знает, MongoDB – это, скажем так, другая технология баз данных. В отличие от MySQL, она нереляционная, она антиориентирована на хранение документов. И под документами в данном случае подразумеваются JSON объекты. Для ряда приложений она может подходить лучше, чем реляционная технология баз данных. Ну и она сейчас достаточно широко используется и активно растет. Для MongoDB, по большому счету, мы сейчас представляем один такой большой продукт, который называется Percona Server for MongoDB. Название достаточно просто говорящая, в котором идея та же самая, что с Percona Server. Мы делаем полную поддержку технологии MongoDB, но мы добавляем дополнительную функциональность. Мы включаем тоже возможности для аудита, возможности для внешней аутентификации, которые доступны только в MongoDB Enterprise. И мы добавляем дополнительные движки. Здесь мы включаем движок MongoRox, который основан на технологии ROXDB, которая активно используется в Facebook. И сейчас мы тоже работаем над движком, который хранит данные только в памяти, тоже, который будет эквивалентен ихнему закрытому in-memory движку. Ну и в дальнейшем мы собираемся работать над ним примерно в том же стиле, как мы работаем с Percona Server for MySQL, предлагать решение для того, чтобы он был более оптимизирован для высоких нагрузок, давал больше информации и так далее. Следующий софт, о котором следует поговорить, это Тулза называется Percona Monitoring and Management. Это наш софт, который мы делаем как унифицированный мониторинг для MySQL и MongoDB. Здесь, наверное, следует сказать пару слов о нашей стратегии, как компании. Вообще, изначально я по своему образованию и подходу жизни, наверное, прежде всего инженер. И мне очень, скажем так, не нравится подход, который часто возникает с точки зрения продаж, когда есть только одна технология, и люди пытаются ее применить там, где она подходит, там, где она не подходит. Я пытаюсь вспомнить, как же это по-русски, поговорка-то произносится. Что, да, то есть, если все, что у вас есть, это молоток, грубо говоря, вам все кажется гвоздем, такого типа. И поэтому мы, как компания, не хотим фокусироваться только на одной технологии, MySQL, потому что мы считаем, что это не даст нам возможность давать наилучшие, наиболее подходящие решения для наших клиентов. Мы фокусируемся, в общем, на открытых баз данных, и мы видим свое будущее в том, чтобы быть компанией, которая может помочь клиентам в выборе open source решений в технологиях баз данных, а также быть, скажем так, одним вендором, который их поддерживает вне зависимости от того, какие из технологий они используют. То есть, вот это вот портфолио наших технологий, которые мы сейчас поддерживаем, MySQL, MongoDB, оно в дальнейшем будет расти. И в связи с этим мы тоже делаем интерфейс для мониторинга и управления ими, monitoring management. С чем мы сталкиваемся, что многие компании сейчас, они, может быть, используют несколько технологий, но часто не очень глубоко. То есть, может быть, у них есть MySQL, немного технологий типа Redis, немного Spark или Hadoop и так далее. И часто таким командам им интересно, чтобы у них был единый интерфейс мониторинга и управления ими, нежели чем куча разных интерфейсов от разных вендоров. Потому что это неэффективно, это неудобно. И это то, как раз таки, над чем мы работаем. Здесь, что интересно сказать, что мы решили разрабатывать проект, базируясь на open source решениях, в отличие от многих других коммерческих решений, которые существуют, как MySQL, Enterprise Management или MonYog, или Several9, Cluster Control. У нас все сделано путем интеграции стандартных open source решений, которые предлагают лучшее решение в своей области. То есть, кто-нибудь из вас знаком с Grafana и такой технологии? Но Grafana сейчас это очень популярное такое приложение для рисования красивых графиков из практически любых источников. Там у них очень хорошее комьюнити, там есть хорошие эксперты, как это все сделать красиво. С точки зрения разработки графических интерфейсов у них куда более опыта и скиллов, чем у нас. Зато мы понимаем базу данных лучше. Также мы используем такую технологию, как Prometheus. То есть, это некоторая специальная система хранения для Time Series, которую создали ребята по прообразу технологий, созданных в компании Google, которая используется ими для мониторинга инфраструктуры. То есть, мы интегрируем эти технологии вместе со специальными дашбордах для MySQL, со сборщиками данных и так далее, что нам позволяет получить очень интересный набор данных. Ну и поскольку это все сделано в виде веба, вы можете сами посмотреть, поиграться. Все находится в онлайне по pmmdmpercon.com. Там, по большому счету, есть несколько серверов MySQL и MongoDB с какой-то нагрузкой. Да, можно посмотреть, какие данные показываются, как это все выглядит. Ну и также можно скачать, поставить. Все это является софтом с открытым кодом, который вы можете использовать абсолютно свободно. Сейчас этот софт пока находится в состоянии бета, но для мониторинга это не должно быть такой большой проблемой, потому что в худшем, что может быть, это он вам покажет какие-нибудь не те данные. И поскольку в отличие от базы данных мы часто можем использовать несколько технологий мониторинга параллельно, то это большой проблемой не является. Окей, давайте я вам покажу, что у нас там есть, что интересного. И таким путем я вам тоже расскажу о том, что и как мониторить в MySQL. Вне зависимости, будете вы использовать это решение, либо вы создадите себе нужные графики и алерты в вашей другой технологии. Я думаю, что это будет достаточно полезно. Батарейки еще есть, это хорошо. А, сейчас нужно еще сказать. Как вы думаете, им есть 18 лет? Давайте. Так, ну что, интернет у нас пошел? Отлично. Когда мы говорим о MySQL, ну, в принципе, о любой другой базе данных, то на нее можно, наверное, смотреть с двух точек зрения. То есть одна точка зрения, это с внешней такой точки зрения. Что делает база данных? База данных принимает от поиска запроса. Там select, update и так далее. И она на них отвечает. То есть, по большому счету, если мы смотрим на базу данных, как такой черный ящик, то, в принципе, если она нам отвечает на запросы быстро и при этом работает правильно, там, сохраняет данные или же возвращает нам правильные результаты, это вообще все, чего от нее хотелось бы видеть. То есть с точки зрения высокого уровня понимания, мониторинга базы данных, на нее можно смотреть с точки зрения запросов. Ну, часто мы таким образом доходим до чего? Доходим до того, что вот, вы знаете, база данных есть, но какие-то запросы нам хотелось бы, чтобы она выполняла быстрее. И здесь мы переходим уже как бы к второй части мониторинга, где нужно посмотреть, а что же происходит внутри, как с базой данных, так и непосредственно с ресурсами системными. Что у нас происходит, как она используется, что у нас тормозит, и так далее и тому подобное. Ну, наверное, я… Вот здесь вы видите интерфейс, по большому счету, графаны, на котором показаны сейчас какие-то графики. Данные у нас организованы в достаточно большое число, то, что называется, dashboards, на которых графики показаны вместе по какой-то тематике. И начну я, наверное, вопрос, чего показать, с нашей, скажем так, summary. То есть, если мы хотим вообще посмотреть на систему, мы можем использовать, что называется, summary dashboard, она показывает нам общую статистику, наверное, о наиболее важных параметрах системы. Да, то здесь мы можем посмотреть, как используется процессор. Ну, и здесь достаточно такая… Есть специальная синтетическая нагрузка, которая у нас делает определенное число простых запросов. Плюс периодически по кронам мы запускаем тяжелые запросы, которые создает нам такую лесенку. То есть, в принципе, здесь мы можем легко достаточно на графике сделать zoom in, посмотреть более данные детально. Здесь мы что делаем? Мы собираем данные с MySQL на самом деле с разной частотой. То есть, дело в том, что многие системы там, ну, как-то, например, по умолчанию собирают данные с точностью одной секунды. Не одной секунды, а одной минуты. Что на самом деле недостаточно часто для решения проблем. Почему? Ну, дело в том, что очень часто многие проблемы до того, как стать видны очевидно, что вот вы знаете, у меня MySQL почему-то тормозит 5 минут, да, например. А потом у него все становится хорошо обратно. Эти же эффекты происходят на микроуровне. Например, мы видим, что у нас MySQL перегружен там пару секунд, да, потом опять становится все хорошо. И если мы можем эти проблемы понять, то мы можем их предотвратить до того, как они становятся видны пользователю. Но для этого нам нужно хотя бы часть данных собирать с очень высоким разрешением. Но понятно, что при этом все данные собирать с очень высоким разрешением мы не можем, потому что это дорого. То есть, поэтому мы здесь используем такой компромисс, что данные, которые собирать дешево, например, show status, show interview metrics, мы их собираем раз в секунду. Дальше какие-то более тяжелые данные мы собираем, например, из performance schema, мы собираем раз в 10 секунд. И некоторые данные там еще более тяжелые, мы собираем раз в минуту. То есть, ну и данные по системе тоже есть определенный определенный, разный тайминг, с которым мы можем собирать. Итак, какие у нас наиболее ресурсы важные, которых мы можем смотреть? Ну, понятно, во-первых, это процессор. Если у вас система использует очень много процессора, то это будет являться bottleneck. Что интересно, да, что по графику процессора мы чаще всего можем на самом деле посмотреть даже не использовать ни одного ресурса, а целых двух. Вот, например, такая вещь, как Iawait. Если она занимает много времени, как вот здесь, Iawait 78%, то это значит, что у нас, скорее всего, перегружен диск, потому что процесс проводит очень много времени, ожидая ввода-вывода. Ну, понятно, если у вас будет очень много процессоров user system, это нам показывает, что у нас много процессора используется, ну, на самом деле, для выполнения какой-то работы. Следующий момент. Мы здесь можем посмотреть, сколько у нас процессов, которые на текущий момент могут выполняться, и сколько процессоров у нас могло бы выполняться, если бы оно не было заблокировано ожидание ввода-вывода. То есть, опять-таки, это что нам показывает, насколько у нас сильно есть потребности к процессору и жесткому диску. Ну, сетевой трафик, понятно, что тоже является достаточно важным. Здесь сетевой трафик у нас достаточно смешной по цифрам, но на каких-то реальных нагрузках мы часто можем использовать все сетевые возможности в MySQL. А ее активити. Здесь мы смотрим, сколько у нас операций проходит с диском. То есть, опять-таки, это очень важная информация, на мой взгляд. Причем здесь хорошо смотреть с нескольких точек зрения. То есть, во-первых, мы можем посмотреть в данном случае, сколько у нас, собственно, какая у нас нагрузка, сколько у нас диска читается, пишется с точки зрения мегабайтов в секунду. Почему я использую этот график вместо того, чтобы говорить о непосредственно операциях ввода-вывода? Но дело в том, что раньше, когда у нас были, скажем так, диски, которые крутились, то для них на самом деле самое важное было это число операций ввода-вывода. Потому что, например, считать блок мегабайт данных или считать блок килобайт данных, но разница во времени была не очень большая. То есть сейчас, когда большинство для баз данных используют SSD, то ситуация другая. То есть, что если у нас объемы достаточно большие данных, ну и в MySQL, поскольку для InnoDB минимальный объем ввода-вывода, который она делает, это 16 килобайт, это достаточно большой блок, то, в принципе, блоки большего размера, они занимают практически линейное время чтения. То есть считать два блока по 16 килобайт, либо один блок на 32 килобайт, оно будет примерно одинаково по времени. Поэтому сейчас как раз-таки мерить активность диска с точки зрения, сколько там мегабайт в секунду, оно бывает достаточно адекватно. Вторая вещь, следующая вещь по диску, которую я люблю смотреть, кроме нагрузки, это скорость отклика диска. Я смотрю, что вам это все выглядит не так красиво, как у меня. Что-то оно немножко ее засвечивает слишком ярко, диск. Ну ладно, вы можете потом поиграться на самом диске. Что мы здесь видим? Мы видим latency, время отклика диска. Причем я предпочитаю смотреть как на чтение, так и на запись раздельно. Почему? Ну потому что в зависимости от того, какая у нас там сторож система, у нас бывают некоторые, где чтение может быть значительно быстрее, чем запись, если есть какой-то кэш или это какой-то там тип SSD, у которого что-то не очень хорошо с записью. Либо это может быть наоборот. То есть, например, если у нас есть RAID, на котором есть батарейбактап кэш, там кэш с батарейкой, то очень часто записи на него идут практически мгновенно, чтение же занимает много времени. И по большому счету активность, ее активность, сколько мы читаем с диска, она нам не так по большому счету важна. То есть, если у нас много ресурсов, то может быть даже если мы читаем там гигабайт в секунду, у нас система все равно не перегружена. Если же мы видим, что у нас происходит какой-то скачок, запросы начинают тормозиться, у нас происходит какое-то сформирование очереди запросов, увеличение времени ожидания, то это показатель чего-то нехорошего. Ну и здесь на самом деле видно, что у нас много чего нехорошего. Следующий момент, о котором можно смотреть, это MySQL статистики. Что есть интересно? Если мы говорим про особенной использованности MySQL, то на нее можно смотреть с точки зрения двух характеристик. Во-первых, это сколько у нас запросов приходит. То есть, если у нас вдруг резко возросло число запросов, то или же мы можем посмотреть за несколько дней, месяцев, как у нас число запросов увеличивается, то это напрямую коррелирует с нагрузкой. И часто проблема может быть с этим связана. Может быть какой-то там код запустился, может быть у нас кэш сломался, и теперь на MySQL идут куда больше запросов, чем планировалось. То есть, может быть у нас там веб-сайт стал более активный, потому что, не знаю, о нем сказали в новостях. Может быть все, что угодно. Но чем это интересно, да, вот для того, кто является MySQL DBA, что очень часто разработчики говорят, а у нас ничего не изменилось. Вот мы смотрим на, не знаю, там Google Analytics, у нас примерно то же самое число посетителей, и мы думаем, что все то же самое. Это вот ваша дурацкая база данных, она как всегда сломалась. Вот и можно показать этот график и сказать, ребята, вот смотрите, вы, злобные разработчики, на нас кидаете в 10 раз больше запросов. Так что можете смотреть, что у вас там не так в консерватории. Но запрос запросу рознь, с другой стороны. То есть, понятно, что некоторый запрос может считать или записать одну строчку, а некоторый может сканировать миллионы строк. Поэтому также имеет смотреть на число строк, которые обрабатываются. Вот здесь, кстати, пример. То есть у нас MySQL queries, мы видим их число практически плавает в небольшом диапазоне, а число строчек, которое у нас сканировано, оно прыгает с нескольких сот до сотен тысяч. То есть в этом плане мы можем посмотреть, что значит то, что у нас иногда возникают какие-то тяжелые запросы. Более детально смотреть по том, что же у нас там за запросы, можно через… В MySQL есть понятие типа com counters, которое, грубо говоря, считает у нас число запросов, которые есть разных типов. И чем мне нравится про Mepheus и Grafana, то что мы можем вместо того, чтобы говорить, вот я считаю, что вот эти вот пять типов команд, они для нас наиболее важны, я могу вывести просто топ-10. Или сколько я хочу команд, которые будут, может быть, разные в разном случае. То есть здесь у меня понятно, на select, update, delete, все очень просто. Вот, например, у меня еще вылезает log tables. Опять-таки я специально делаю что-нибудь плохое для демонстрации, который я бы не включил в список наиболее часто, часто используяся команд, если бы я делал этот график. То есть что это очень удобно. Следующий момент еще, на что мы можем смотреть с точки зрения MySQL системы Overview, которую использует MySQL, это наши топ-хандлеры. Что такое хандлеры с MySQL? Хандлеры – это некоторые низкоуровневые операции, которые соответствуют операциям над строчками, но в отличие от InnoDB-каунтера, во-первых, они покрывают все storage engines, не только InnoDB, и во-вторых, они еще указывают тип доступа, который происходил. То есть вот смотрите, здесь у нас, например, видно, что на верхнем уровне самая частая у нас операция read next, которая в среднем 32 тысячи, в пиках оно доходит до 360 тысяч. Read next – это операция, которая соответствует сканированию каких-то диапазонов по индексу. На втором месте у нас read rnd next, но на порядок меньше. Read rnd next соответствует у нас полному сканированию таблиц без индексов. То есть здесь я уже могу понять, что это не проблема в данном случае с данной нагрузкой, что у нас где-то сканируются таблицы без индексов, потому что число read rnd next маленькое. Вы можете спросить, а почему вот что-то вообще не проблема, ведь есть какие-то же, есть же какое-то полное сканирование таблиц. Да, действительно есть. И оно есть, грубо говоря, всегда. Почему? Потому что многие запросы в MySQL, они будут как выполняться, что у нас данные кладутся во временную таблицу, и после этого эта временная таблица сканируется, чтобы быть посланы клиенту. Да, и поскольку здесь мы показываем все взаимоотношения с таблицами, включая временные таблицы, то даже если у вас нет ни одного запроса, который бы делал full table scan, ну явный, да, то reader rnd next у вас будет каким-то образом. Так. Вот. Ну, еще покажу интересную штуку здесь, которая связана с производительностью диска. Просто потому что это было интересно мне найти такой интересный момент. А нет, она в Amazon Cloud, и я нашел такую интересную картину по latency жестким дискам. Да, то есть, ну, не жестким дискам, с накопительным на дисках. Что у нас происходит, если посмотреть, то есть если, скажем так, не вглядываться, то график показывает какие-то там взлеты, падения. Но если внимательно присмотреться, можно увидеть достаточно необычную картину здесь, да, то, что мы видим, что у нас взлетает число операций, которые выполняются, да, вот. При этом у нас latency, и это логарифмический график, да, чтобы было понятно, он еще не очень большой. Ну, то есть, может быть, он не там, ну, некоторые там начинают расти, но в целом он нормальный. И вдруг после этого у нас происходит, с одной стороны, падение число операций ввода-вывода, который выполняется, с другой стороны у нас резко взлетает latency. Для вашего стандартного диска это очень странно, да, потому что обычно у нас latency начинает расти, когда диск уже, ну, делает пиковое число операций в секунду, на которые он способен. В чем же здесь дело? Ну, дело в том, что если вы работаете с Amazon и другими клауд-провайдерами или виртуализации, то часто вам не предоставляется монопольный доступ к железу и, да, и возможность использовать его все ресурсы, на которые он способен. Потому что там есть другие полисы, да, там, либо есть какие-то другие характеристики, например, сколько вы ресурсов оплатили. И в данном случае эта система без такой штуки, как провижнала IOPS. Вот, и Amazon нам на самом деле дает возможность использовать до двух тысяч операций ввода-вывода, но только на очень короткое время. После этого они их зажимают на, здесь вот видно примерно около 500 операций в секунду, да. Как они могут зажать число операций в секунду? По большому счету они это делают путем добавления задержек на каждую операцию ввода-вывода до тех пор, увеличивая эти задержки до тех пор, пока мы не будем использовать число операций в секунду, которое нам разрешается. Да, и вот такое, скажем так, поведение, оно может ну, показываться тем, да, что мы запустили базу данных, у нас есть какой-то уровень нагрузки, она работает хорошо, да, там, потому что пики у нас маленькие, нам дают, грубо говоря, сколько угодно. После этого у нас пики чуть-чуть выросли, чем больше, чем нам Amazon разрешает, мы попали под этот злобный фротлинг, и после этого база данных начинает работать очень-очень плохо, да. То есть именно вот по этой причине вы часто будете слышать, что если вы используете базу данных, любую базу данных, да, там MySQL, Postgres, MongoDB, на Amazon ее нужно использовать с Provision.iobs, да, там иначе могут быть такие вот сюрпризы. Так, ну и наконец я хочу показать другой компонент, который у нас есть, который на самом деле не такой красивый, он сделан пока что в очень таком программистском дизайне, но на самом деле он весьма полезен. Вот, как я уже говорил, на систему хорошо смотреть как с точки зрения запросов, да, так и с точки зрения системы. Это вот как мы на нее смотрим с точки зрения запросов. Например, здесь показываются топ-тен запросы, сколько у нас запросов в секунду, сколько нагрузки они застают, разные там среднее время доступа и так далее. Дальше можем кликнуть на какой-нибудь запрос и посмотреть по нему более детально. Этот запрос, какой у него там среднее, максимальное время отклика, мы можем посмотреть то же самое, что он делал. Вот, например, этот запрос у нас в среднем считывает 2 гигабайта данных. Причем в среднем можем посмотреть, что query time, да, там у нас занимает в среднем 131 секунду, из которых 126 секунд у нас занимает, собственно говоря, вот вывод. То есть мы можем сразу сказать, что если нам нужно улучшить скорость этого запроса, нам нужны или быстрее диски, или больше памяти. Да, то есть очень легко понять, что же с ним происходит. Ну, здесь тоже показывается куча всякой дополнительной информации, которую собирает Perkona сервер. Мы также показываем здесь пример запроса, показываем explain, чтобы сразу можно было понять, показываем информацию о таблице у нас, которая используется. То есть мы можем посмотреть также более детально, что это за тип таблицы, да, там разные ее свойства. Можно посмотреть информацию о индексе, о индексах. То есть идея какая, чтобы представить либо разработчику, либо администратору баз данных всю информацию на одной странице, чтобы понять, во-первых, какие запросы грузит система, во-вторых, что же с ними можно сделать. То есть вот такая вот идейка. вот. Ну ладно, можете еще поиграться с системой, если кому будет интересно. Вот. И вопросы на текущий момент, господа. Прогреется техника. Петр, есть два вопроса из онлайна. Первый вопрос по поводу, поступил от Александра Демидова. Стоит ли переходить на Percon 5.7 с 5.6 с точки зрения производительности? Какие ключевые изменения именно по скорости? А, это хороший вопрос. Значит, Percon и сервер 5.7 основывается на MySQL 5.7. То есть, соответственно, если вы читали, что смотрели про MySQL 5.7 и чем лучше 5.6, это то же самое будет относиться к Percon и серверу. С точки зрения скорости, здесь ответ как бы неоднозначный. То есть, если высокие нагрузки, много параллельных запросов идет, то 5.7 будет работать значительно быстрее. Особенно в Percon и сервер 5.7 мы сделали еще дополнительные оптимизации. Если очень активная идет запись, мы переписали как такую подсистему, как DoubleWriteBuffer в InnoDB. Но если запросы, скажем так, какие-то простые, нагрузка не очень большая, то скорость даже может немножко снизиться на пару процентов. Что связано с тем, что у нас код становится больше, более сложный. То есть, я бы рекомендовал прежде всего не переходить явно, но проверить, как в вашем приложении ведет себя MySQL 5.7 и планировать соответственно. Спасибо. И еще вопрос от Максима. Интересный инструмент в бете, имеется в виду мониторинг. А насколько безопасно его используют в продакшен? Ну, в продакшен я считаю, что его используют достаточно безопасно. То есть, у нас есть два компонента. Один, это соответственно, как агент, который собирает эти данные. Другой, это серверная часть. Понятно, что серверную часть вы размещаете на отдельном сервере. Если даже она безбозно глючит, она ничего плохого не сделает. С точки зрения агента, там есть два компонента. Один из них, по большому счету, это Prometheus Experter, который на самом деле уже стабильный и используется многими людьми уже несколько лет. Соответственно, мы используем стандартный, мы просто работаем с Prometheus командой, добавляя в стандартный агент те фичи, которые нам интересны. Ну и вторая вещь, это наш агент, который собирает данные из логов, либо из Performance Scheme. В принципе, он тоже достаточно стабильный, проблем мы с ним не видели, но если очень страшно, то его можно выключить, использовать только первый агент, который собирает информацию для графиков сначала. Спасибо. Озвучу, это не вопрос, очень короткий отзыв. Супер. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос, это скорее, наверное, даже не к Петру, а скорее к нам. Будет ли Percone в виртуальном окружении для CentOS? Я подозреваю, что речь идет про виртуальную машину Bittrex, это по сути веб-окружение, уже преднастроенное для работы стека PHP MySQL. Достаточно часто мы про это думаем, может быть, будем, что останавливает? Все-таки Percone по сравнению со стандартным MySQL, она дает и возможности чуть больше, но и от администратора чуть-чуть больше навыков, чуть-чуть больше знаний, наверное. Поэтому с одной стороны не хотим систему свою усложнить, с другой стороны регулярно запросы такие есть, поэтому может быть когда-нибудь, наверное, будет. Сам же задал вопрос, сам же ответил. Петр, спасибо. Мы, наверное, перейдем к следующему докладу. В онлайне вопросы будут продолжаться и если что, мы их тогда уже потом озвучим по результатам. Хорошо, спасибо. 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 Рад вас приветствовать еще раз. Теперь в роли докладчика. Меня зовут Александр Демидов и мой коллега Александр Сербул. Мы вам расскажем, как мы используем MySQL, точнее Percone и сервер в нашем проекте Bittrex24. Для начала маленький подарок для всех, кто нас смотрит в онлайне. Если вы зарегистрируетесь на Bittrex24.ru, укажете промокод Bittrex Percon, вы получите дополнительно к своему порталу 10 гигабайт места на год в подарок. Регистрируйтесь, указывайте промокод, пожалуйста, пользуйтесь. Собственно, о чем мы сегодня поговорим? О том, как вообще мы запускали этот проект, почему он развернут в облаке изначально в Амазоне, теперь и в еще одном российском облачном провайдере, как мы вообще разрабатывали архитектуру, конфигурацию дисков, версии продукта, какие вещи мониторим, ну и в целом, как эксплуатируем проект. Потому что, в общем, нагрузка достаточно большая. На данный момент Bittrex24, что это вообще за продукт? Я думаю, что кто-то из вас знает, кто-то пользуется. Это SaaS-сервис, это интернет для работы компании внутри. Это социальная сеть, списки сотрудников, мессенджер, видеозвонки, CRM, задачи, календари. В общем, конкретно в нашей компании это, наверное, вообще основной бизнес-инструмент, которым мы пользуемся. И когда мы этот проект только запускали в 2012 году, у нас на старте, в общем, было несколько достаточно больших и зачастую, может быть, даже противоречащих друг другу задач. Так как это бизнес-инструмент и важнейший бизнес-инструмент, он должен быть максимально надежным и доступным. То есть мы должны обеспечить максимально высокую его отказоустойчивость. С другой стороны, в нашей бизнес-модели мы изначально подразумевали, что у нас будет достаточно большой функциональный бесплатный тарифный план, соответственно, нам было важно серьезно снизить себестоимость проекта. Поэтому мы достаточно серьезно подходили к вопросу выбора архитектуры. Платформы, на которой будем разворачиваться, долго думали запускаться на собственном железе или на арендованном железе или на каком-то облачном решении. В итоге мы выбрали именно облачное решение, потому что мы подумали о том, что мы все-таки разработчик продукта и хотим концентрироваться на продукте. Мы не хотим у себя развивать компетенцию по более низкому уровню, разбираться с дисками, блоками питания и тому подобными вещами. Мы не хотели набирать целый штат администраторов и понимали, что это та область, на которой мы с точки зрения человеческих ресурсов можем сэкономить и отдать это все в руки облачного провайдера. Кроме того, мы исключали риски на старте проекта, то есть мы, естественно, верили, что он у нас взлетит, запустится, будет расти, развиваться, но мы по большому счету не знали, какими темпами пойдет, на каких рынках. Если бы мы запускались на собственном оборудовании, требовались бы достаточно серьезные капиталовложения на старте проекта. Сложно было бы масштабировать. Какие-то сервисы типа балансировщиков, вариантов подмасштабирования нагрузки пришлось бы писать самим. На этом мы время и усилия тратить не хотели, поэтому мы решили, что выберем облако. Почему конкретно Amazon? У нас на тот момент уже был некоторый опыт работы с ними. У нас наш собственный сайт размещался в Амазоне. Нравилось то, что можно было выбрать несколько территориально распределенных дата-центров уже для построения отказоустойчивой инфраструктуры и наличие богатого выбора по различным дополнительным сервисам, по балансировщикам, по автомасштабированию и, естественно, наличие API для всех этих инструментов. Да, Amazon понравился тем, что несколько дата-центров соединены высокопроизводительными каналами связи. Фактически разработчик попадает в такой абстрактный рай, где он может с низкой латенсии размещать данные, которые реплицируются, и неважно, как он дата-центр, и можно легко переносить сервисы между дата-центрами. Это обрадовало, это очень сильно вдохновило. Первый же вопрос. У Амазона есть собственный сервис для баз данных, это Amazon RDS, в котором, естественно, можно использовать и MySQL. Мы изначально на него смотрели, думали, будем его мы выбирать, использовать для собственного решения или не будем, а в итоге решили не использовать. Почему? Во-первых, то есть это решение хорошее, оно для многих конкретных задач подходит более чем хорошо, особенно если в вашем штате нет профессионального DBA администратора, то этот сервис использовать стоит. Мы его не использовали, потому что, во-первых, нам требовалась достаточно серьезная кастомизация настроек, а полного root доступа мы в RDS не имеем. Во-вторых, если мы выбираем размещение в одной availability зон, по сути, в одном дата-центре, то, в общем, мы имеем риск достаточно серьезного даунтайма в случае аварии, с чем мы на практике и столкнулись. Это было, по-моему, как раз в том самом 2012 году, там произошла авария в одном из ирландских дата-центров, и базы данных достаточно долго были недоступны. Можно это дело зарезервировать, можно выбрать мульти-АЗ, то есть с резервированием на вторую зону, но тогда получается двукратная стоимость по, соответственно, ресурсам. Вот по всем этим причинам мы решили, что RDS мы использовать не будем, а просто развернем те или иные инстанции определенной конфигурации и будем уже конфигурировать базу данных самостоятельно. Ну, собственно, в самом-самом упрощенном варианте архитектура проекта очень простая. Есть фронт-энд балансировщики, серверы приложений, несколько серверов баз данных, в каждом из которых там есть базы данных клиентов. Каждый сервер приложений может обращаться к каждому серверу баз данных. Размещаясь в Амазоне и вот в такой конфигурации, у нас какова архитектура проекта. То есть каждый портал, который заведен в битрикс24, он имеет собственную базу внутри MySQL. У нас по сути на одном сервере может быть размещено до 30 тысяч баз данных. естественно, не все они активно используются, это было бы, наверное, очень серьезной нагрузкой. Мы, по сути, достаточно сильно похожи на шарит-хостинг. Когда на одном сервере размещаются много баз данных разных клиентов, все они создают, в общем, достаточно разную нагрузку, и нам важно обеспечить высокое качество работы для всех клиентов, которые там размещаются. В такой архитектуре, ну, самый главный минус – это достаточно серьезная избыточность приложения, потому что, в общем, это получается достаточно дорого по ресурсам и по диску, и по процессору, по памяти, в общем, по всему. С другой стороны, плюсы явные – это более безопасное решение. У нас каждый портал максимально изолирован друг от друга. Даже в случае какого-то гипотетического взлома кода, когда злоумышленник может получить там доступ к реквизитам, доступ к базе данных, он получит доступ только к данным одного конкретного портала. Никаким образом он не получит доступ к данным других клиентов. И это достаточно хорошие, широкие возможности по гибкости, по тому, что мы можем, например, ставить те или иные обновления частично порциями на разные порталы. Мы можем вносить те или иные изменения в схемы данных по конкретным порталам, а не по всему проекту в целом. Поэтому вот архитектура такова. Я бы хотел добавить, что умножить 30 тысяч баз на примерно 300-400 таблиц. То есть MySQL на самом деле в нашем проекте прошел огромную проверку на прочность. Но это нетипичная нагрузка – 30 тысяч баз в одном сервере. И он выдержал это испытание. То есть действительно MySQL выдержал отличное испытание на такой, как сказать, high load. Сейчас там дальше чуть-чуть подробнее про это будет. Значит, одна из первых же проблем, с которыми мы столкнулись в том самом 2012 году – это достаточно медленные диски в облаке. Еще никаких провижнят и опс на тот момент, по-моему, не было. Стандартных SSD дисков тоже не было, по-моему, или только-только они в проектах появлялись. Не было. Ну, в общем, надо было что-то делать. Диски были медленными. Ну, самое простое и самое очевидное решение – это взять и использовать там software RAID. И, в общем, это решение достаточно долго нас выручало и работало. Мы протестировали разные конфигурации, самых разных конфигураций RAID. В итоге использовали RAID 1.0 из 8 дисков. И на этом RAID работал один большой инстанс MySQL. Это, в общем, все равно было достаточно медленно, но гораздо-гораздо лучше, чем работа с одним единым диском. Через некоторое время, когда появились диски SSD и диски с Provision and Ops, мы перешли к другой конфигурации. Мы отказались в итоге от использования одного большого инстанса MySQL, и мы стали на одном сервере запускать, тоже путем тестов, экспериментов, выяснили, что достаточно оптимально нам запускать по 4 инстанса на одном сервере и для каждого инстанса выделять по 2 отдельных диска. Не без RAID, а просто по одному диску для данных и по одному диску для бинлогов. На графике не знаю, хорошо видно или нет, но на диске с данными до 1000 Ops у нас происходит на чтение, соответственно, умножаем на 4, получаем достаточно хорошую производительность для одной машины. Мы же отметим, что на предыдущем слайде мы тестировали производительность RAID с помощью утилиты Sysbench, которую Петр написал. Вообще, RAID, если у вас облачные диски, если не SSD, используйте RAID, но обязательно-обязательно тестируйте производительность MySQL, Sysbench, да? Утилита. Мы? Мы. Сysbench нам нравится, создается нагрузка. Мы увидели, пощупали, что диски в Амазоне тормозят и нас спасут только RAID. Измеряйте. В итоге сейчас у нас получается по большому счету 8 дисков, то есть 4 диска с данными под 4 инстанса, 4 диска под бинлоги. У нас в такой конфигурации значительно лучше мы утилизируем ресурсы сервера, значительно больше получаем под вычислением. У нас гораздо эффективнее нагрузка на каждый отдельный диск происходит. Сам MySQL с точки зрения производительности, эффективности работы и различных внутренних локов и всего прочего гораздо лучше работает, если вот те самые 30 тысяч баз разделить на 4 инстанса, например, чем разместить их в одном инстансе. Не скажу конкретно на каком-то низком уровне, почему так происходит, но вот тесты показывают именно такую картинку. Почему бинлоги вынесли именно на отдельные диски, их производительность не затрагивает остальные диски, поэтому мы достаточно часто можем писать бинлоги, включить Syncbinlog с большей частотой записи, что нам повышает надежность работы решения. Бинлоги, понимаете, нужны для того, чтобы можно было восстановиться, откатиться. У вас есть бэкап, у вас есть бинлог, вы докатываете бинлог по бэкапу, даже если разработчик что-то удалит, можно из бинлога при желании вытащить эту информацию. Если мы пишем на тот же диск, где у нас, собственно, данные, мы снижаем производительность сервера. Если мы пишем на отдельный диск, мы можем писать там чуть ли не каждую транзакцию и тем самым мы на скорость уже чтения данных, записи на самом основном диске, мы уже влияем значительно меньше. Еще одна достаточно принципиальная опция, которую мы сначала использовали, потом перестали использовать, это возможность хранения отдельных таблиц в отдельных файлах. Есть плюсы и минусы и у того решения, и у другого. Изначально, когда запускались, мы, в общем, достаточно сильно паранойили, и паранойя у нас перевешивала, наверное, с точки зрения безопасности, такая здоровая паранойя, перевешивала все прочие моменты. Мы считали… Это хорошо. Это хорошо, это правильно. Мы считали, что если у нас что-то случится с одной табличкой, лучше у нас пострадает только эта табличка, только этот файл, зато у нас не пострадает база данных в целом. Но какие были минусы у этого решения? Вот в нашей конфигурации это, по сути, получались миллионы файлов на файловой системе. Это все было достаточно дорого и не очень хорошо с точки зрения производительности, потому что было достаточно много операций, ну, одних из самых дорогих, это, собственно, чтение файлов, открытие файлов. Мы пробовали X3, X4, по-моему, даже XFS. На разных файловых системах, но все равно файловый кэш такой конфигурации не очень эффективен. И потом, как показывал опыт, достаточно сильно у нас текла память. И за счет использования файлового кэша, и уже за счет работы самого MySQL. Но, как я уже говорил, безопаснее с точки зрения сохранности данных, с точки зрения файловой системы. Дополнительные небольшие фишки — это удобно переносить данные, их можно фактически физически перенести просто с помощью файлов. И конкретно в нашей конфигурации очень удобно было считать дисковую квоту по каждому конкретному пользователю. Мы могли посчитать просто занятое место на файловой системе, и, в общем, этих данных было достаточно для, ну, лимита, который мы выставляли. В случае использования единого table space — это уже не так удобно. Тем не менее, в итоге мы изначально эту опцию использовали, но в итоге для улучшения производительности мы от нее отказались, и впоследствии, в общем, стало это гораздо удобнее. А куда-то у нас изображение пропало, кто может нам помочь? Извините, пожалуйста, за техническую накладку. Видите, как Петр говорил, и мы говорим, любой, не только софт, наверное, любая система, она все-таки иногда какие-то боги имеют. Спасибо. Надеюсь, сейчас мы быстро все это восстановим. Можно пока вопрос? Давай. Тараса Шевченко, продуктивный микрофон, почему такие просадки происходят на графике? Это с чем связано? Почему такие просадки происходят на графике, с чем связано? Так это график по нагрузке по EOPS. В общем, у нас, как я уже говорил, именно бизнес-приложение. Соответственно, просадка на графике – это ночь, банальная ночь. Ночью нагрузка минимальная, пользователей нету, и нагрузка на дисковую систему значительно меньше. Дальше она днем вырастает. Интересный момент – можно увидеть небольшую просадку днем. В какой-то момент я прямо очень долго думал и, опять же, включая паранойю, думал, почему у нас просаживается график днем. Потом сделал очень простой вывод, и он реально подтверждается. Начинается просадка где-то после 12 часов дня и обратно восстанавливается примерно к 2 часам дня. Люди уходят на обед. Они уходят обедать, и нагрузка на систему становится чуть меньше пиковой. Вот у нас все вернулось. Вот, видимо, про этот график шла речь. Это график суточный, соответственно, минимальная нагрузка ночью, максимальная нагрузка днем. А это график недельный, и чуть меньшие пики – это суббота, воскресенье. Отдельные трудоголики в это время у нас работают. Обратите внимание, коллеги, графики у вас должны быть. Привыкайте все измерять, ибо можно вернуться и посмотреть, что было. Иногда над графиками болеется. Болезно наливать кофе, смотреть на них, уголок кардиолога мы называем. Привыкайте к аналитике, привыкайте смотреть на систему в разных проекциях. Это позволит вам потом переживать какие-то всплески и понимать, как из них выходить. Еще один интересный вопрос, момент – это версия программного обеспечения. Мы долго работали на 5.5, впоследствии перешли на 5.6. Какие были вопросы, сложности и, собственно, все равно почему переходили. Самая главная сложность, самая главная засада – это из-за ино-дебичек сам алгоритм. Мы оказались несовместимы. Мы не могли просто сделать апгрейд с 5.5 на 5.6, и требовался нам в итоге физический перенос данных с версии 5.5 на 5.6. Очень нас это сильно останавливало, но очень хотелось на 5.6 перейти, потому что, как наши тесты показывали, было в итоге значительно меньше утечек памяти, и очень нас прельщало использование возможности онлайн-DDL, которая появилась в 5.6. Это, по сути, гораздо более мягкое изменение, например, схем данных. И когда мы в своем программном обеспечении выпускаем какие-то большие обновления, которые делают в процессе обновления много alter table, то сложные и тяжелые обновления происходили. У нас достаточно тяжело. Мы прямо отдельно планировали их, выпускали их в периоды наименьшей нагрузки, обязательно ночью, и все равно это было достаточно сложно. Нагрузка на базу возрастала, иногда это вызывало деградирование производительности для пользователей, и хотелось минимально эти нагрузки снизить. Тесты показывали, что сильно нам это поможет, поэтому в итоге мы решились на перенос данных. Мы поднимали параллельно сервера уже с настроенной версией 5.6, и попортально по одному их переносили со старой версией на новой. Таким образом, около 100 тысяч порталов мы перенесли, и реально все стало значительно лучше. Гораздо меньше стало утечек памяти, и онлайн-ддл прекрасно себя показывает на бою. Обновления выпускаем достаточно тяжело и спокойно, и по производительности каких-то серьезных изменений не наблюдаем в такие моменты. Теперь, собственно, о том, как мы обеспечим отказоустойчивость. Мы у себя в проекте используем по два дата-центра в каждом регионе. И для работы двух дата-центров мы используем мастер-мастер-репликацию в MySQL. Ну да, понимаете, мастер-мастер, ну такая божественная абстракция, которая нужна всем. Мы знаем ограничения MySQL в отношении мастер-мастера, но мы стараемся правильно готовить его, поэтому получается это ограничение обходить. То есть известное решение Галера, известное решение Ктиды, можно там мастер-мастер в кольцо их замыкает, но если вы одновременно будете писать, например, здесь у вас операция складывает два числа, а здесь она умножает два числа, то зависит от того, в каком порядке придут эти операции на какой-то узел, зависит, что в результате получится, понимаете. То есть сначала можете сложить или наоборот. Но мы такие кейсы не используем, и поэтому мы используем самый минимум, который работает. И он работает уже несколько лет, и мы не испытываем проблем. Поэтому, если вы знаете, разберитесь в мастер-мастер-репликации хорошо, вообще разберитесь в мастер-мастер-репликации, поймите плюсы и минусы, и используйте то, что вам нужно. У нас, собственно, что дает такая схема? В каждом дата-центре используется свой мастер и свои серверы приложений. Если у нас происходит, например, авария с одной из баз данных или авария на уровне целого дата-центра, то есть, например, вышел из строя у нас либо сервер, либо целый дата-центр. У нас снимается с него нагрузка, балансировщик распределяет запросы на второй дата-центр, запросы начинают идти на серверы приложений во втором дата-центре, и они начинают работать со вторым мастером. После этого, собственно, что происходит? Ну, текстом то, что я уже словами озвучил, трафик туда перераспределяется, автоматически определяется рост нагрузки на серверах приложений, автоматически мы добавляем новые машины под сервера приложений в втором дата-центре, начинаем с ними работать. После того, как у нас работа второго дата-центра восстанавливается, мы уже перераспределяем нагрузку обратно, лишние машины по мере падения нагрузки у нас гасятся, репликация восстанавливается, продолжает все работать в предыдущем штатном режиме. Если уже показать схему более детально, выглядит она примерно так. Мы используем под хранилище статики файловое хранилище, конкретно в Амазоне это Амазон S3. Каждый сервер приложений у нас по сути работает в red-only режиме, поэтому мы совершенно спокойно их можем стартовать, гасить в любое время в любом количестве. И каждый сервер баз данных зарезервирован с помощью мастер-мастер репликации в двух дата-центрах. Это по сути схема одного региона. Сейчас мы работаем в трех регионах. Соответственно, у нас такая схема есть в регионе США в Амазоне, у нас такая схема есть в регионе в Германии в Амазоне и у нас такая же схема есть в России. К сожалению, у Амазона точек присутствия в России нет, дата-центра в России нет и пока, по-моему, они и не очень это планируют. Мы достаточно плотно с ними общались, спрашивали. Потребность такая наиболее остро появилась в прошлом году, когда у нас, например, вступил в силу закон 242 ФЗ, который предписывает собирать и обрабатывать персональные данные на территории России. Поэтому в итоге мы для российского сегмента Bitrix24 выбрали российского облачного провайдера. Это провайдер Корпсов 24. Тоже виртуализация, тоже виртуальные машины. Часть каких-то сервисов нам пришлось написать самим. Но, в принципе, общий принцип и общая схема ровно та же самая. Несколько дата-центров, резервирование на уровне целого дата-центра и мастер-мастер репликация. С одной стороны, мы решаем задачу исполнения локальных законов, то есть законы про хранение перс-данных локально, они не только российские. Это, в общем, по всему миру. В Германии тоже есть, например, требования хранения данных локально, поэтому немецкий сегмент обслуживает немецких клиентов. Помимо сугубо такой административной задачи, мы решаем еще и техническую задачу. Требования клиентов к скорости все больше возрастают. Работа мобильных приложений, риал-тайм и так далее требует минимальных сетевых задержек. Поэтому, размещаясь локально, мы решаем еще и техническую задачу размещения максимально близко к пользователю, который работает в том или ином регионе и сегменте. То есть тем самым мы… Я там добавлю немножко по предыдущему слайду. В общем, да, я немножко добавлю. По поводу переключения трафика между мастерами. Мы долго думали, выбирали какой-нибудь менеджер кластера, пейсмейкер, кроссинг и так далее, там эти все всякие… ну алгоритмы управления кластерами, там не меньше трех машин. Но в итоге это скрипт на баше, который… и мониторинг. То есть можно решить задачу просто, если захотеть. То есть сразу не ввязывайтесь в эти… в алгоритмы сложные, запутайтесь. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание – это архитектура. Как мы раньше писали, ну и вы писали, и все мы писали, успешные приложения. Мы использовали шаблоны проектирования. Мы их изучали. Мартин Фаулер, банда четырех. Читали книжки, понимали объектно-ориентированное программирование, там очень функциональное программирование, кто пишет там, например, на Erlang. Вот. Что сейчас происходит? В связи с тем, что появились облака, появились новые паттерны. В Амазоне, на наш взгляд, паттерны архитектурные, они правильные. Они предлагают… это не реклама Амазона, это опыт разработчика. Они предлагают здравые, разумные, научно выверенные шаблоны проектирования, которые позволяют строить приложение, надежное, успешное, работающее, отказоустойчиво. То есть вы понимаете кусочки, вы из них собираете систему. В данном случае мы реализовали большинство паттернов и не отказываемся от них, они нам кажутся успешными и работающими. Это один из паттернов – это балансировка между дата-центрами трафика. И еще паттерн – это автоскейлинг-группа, которая масштабируется автоматически при росте нагрузки. То есть у вас флот машин увеличивается, уменьшается, пульсирует. Третий паттерн – это хранение объектов, объектных хранилищ, это как Dropbox. V3 – это ну или свифтом можно заменить. И четвертый паттерн – это вот с базы данных, если вы понимаете, как она работает, не бойтесь шардить, не бойтесь реплицировать, не бойтесь мастер-мастер-репликацию, аккуратно ее готовьте и используйте простые инструменты. И будет у вас родиться очередная история успеха. Использование всех этих паттернов мы по сути решили одной из самых главных задач – это обеспечение отказоустойчивости и надежности. То есть зарезервирован каждый узел в системе и зарезервированы мы, в общем, даже на уровне дата-центра. То есть стараемся мы обеспечить максимальную доступность сервиса и, в общем, по-моему, это максимально у нас получается. Чуть-чуть вернемся к внутренностям, к внутренней кухне, как у нас все это устроено. Я достаточно сознательно не говорил, что у нас внутри используется стандартный MySQL или Perkona Server, можно сразу сказать, что запустились мы на стандартном MySQL и очень быстро перешли на Perkona Server буквально после первых же месяцев работы. Если сказать грубо, нафига Казебаян, то, собственно, а зачем у нас мы, по сути, меняли один MySQL на другой MySQL? Если взять обычный среднестатистический проект, ну, допустим, маленький, средний, интернет-магазин или просто сайт, то для них MySQL, Perkona Server, если не использовать какие-то расширенные возможности для человека, который, ну, не является каким-то опытным системным администратором или DBA, ну, по большому счету, он большой разницы не увидит. Один продукт, другой продукт точно так же они там совместимы, они выполняют там те же самые запросы, ну, непонятно, зачем использовать. Мы Perkona Server использовали для целого ряда возможностей. То есть, во-первых, быстрое восстановление кэша при старте базы. Это было на тот момент только в Perkona, и это нам очень сильно нравилось. Оптимизация для работы с тысячами таблиц, оптимизация для работы с облачными какими-то решениями, и очень важные для нас были метрики, это набор, целый набор инструментов для мониторинга, счетчики по пользователям, по нагрузке по запросам, расширенная статистика по медленным запросам в такой среде, как у нас, это просто прям обязательные инструменты, которые упрощают жизнь администраторам просто вообще в разы и на порядке. Это нам показалось очень важным. Эту всю статистику мы, естественно, у себя используем. Как именно, сейчас поговорим чуть дальше. Perkona показалась сразу же умным инструментом. Умным инструментом, а мы сами помешаны на аналитике. Мы меряем, обсуждаем. Когда мы увидели такой инструмент, вот даже заметил логотипы в чем-то похожее. Ну, как мы шутили, на самом деле мы выбрали Perkona, потому что логотипы похожи. Вот один другой перевернуть и будет практически то же самое. Если серьезно, переход на, собственно, Perkona сервер, как мы делали, не просто так взяли, накатили обновление и поехали ровно по той схеме, которая была описана на уровне резервирования дата-центра. Мы выбрали эту архитектуру еще и не только для обеспечения отказа устойчивости, еще и для возможности совершенно прозрачно без даунтайма для клиентов проводить какие-то собственные работы. Мы ровно по той же схеме вручную сняли нагрузку с одного дата-центра, произвели обновление программного обеспечения, восстановили работу репликации, протестировали, переключили нагрузку на первый дата-центр, выключили второй, провели обновление там. То есть переход с MySQL на Perkona сервер у нас был совершенно прозрачен и совершенно без даунтайма для клиентов. После перехода на Perkona сервер, ну собственно, что мы получили, какие вещи стали использовать. Здесь, по-моему, выглядит достаточно мелко, но тем не менее, это гораздо более детальная информация в логе медленных запросов. Стандартно в MySQL она достаточно скудная, скажем так, а здесь в Perkona в логе медленных запросов можно практически сразу увидеть много дополнительной информации, которая дает понять, почему запрос выполняется медленно. Фактически, да, как бы трейсинг, который в онлайне производится и ключевые параметры вы видите, там обручение к диску. Не просто, что мы там перебрали миллион строк в запросе, а мы видим размер временной таблицы, который был создан под это, размер данных, которые мы прочитали из InnoDB, сколько времени мы потратили на чтение в InnoDB. Мы уже без какой-то дополнительной аналитики по запросу сразу из лога можем сделать выводы, что нам нужно менять для того, чтобы ситуацию исправить. Либо оптимизировать запрос, он читает слишком много данных, либо он читает нужное количество данных, но медленно, значит, нам нужно работать со скоростью дисков. Если большой размер временных таблиц, возможно, нам нужно увеличить место под временной таблицей, если есть риск, что оно может кончиться, ну и так далее, тому подобные вещи. Это был вот один из первых моментов. Следующий момент. Как я уже говорил, мы очень сильно похожи на Shared Hosting. Соответственно, у нас разные пользователи могут создавать совершенно разную нагрузку. И, в общем, вполне регулярно бывают такие вещи, когда вот у нас идет какое-то нормальное количество запросов там с средним посудком, потом возникают какие-то сумасшедшие пики, когда кто-то, не знаю, написал внешнее приложение, сейчас RESTAP у нас есть к сервису, которая дает чрезмерную нагрузку. Да, мы их там так или иначе по количеству запросов лимитируем, но далеко не всегда это срабатывает. Или кто-то выполнил какой-то большой импорт данных в какой-нибудь кривой схеме, что тоже вызвал дополнительную нагрузку. Стандартными инструментами, стандартным MySQL искать, кто это сделал. Ну, можно, но сложно и не очень удобно. В перконе есть прекрасный инструмент, когда мы включаем статистику по пользователям, юзерстат равно он, и в информейшн схемы появляется у нас табличка юзерстатистикс, из которой можно выбрать самые разные метрики по пользователям, собственно, самого пользователя и дальше подробную информацию по тому, что он делал. Количество селектов, количество апдейтов, CPU тайм, который он потратил. Выбираем там топ, например, по апдейт комманс и видим, кто у нас в явном виде выбивается из общей картины. И дальше конкретно с этим пользователем уже можем работать, выбирать его запросы, хиты по логам и смотреть, что у него происходит. Очень-очень сильно упрощает жизнь и работу администраторов, которые с системой работают. Я хотел отметить, что даже если нет инструментов ограничить активность пользователя, вы хотя бы можете померить его активность и принять меры. Просто померить – это уже половина решения проблемы. Второй момент я хотел бы отметить. Это позволило нам также охотиться и на разработчиков. Такая расширенная аналитика. Разработчик, понимаете, реационная алгебра – это абстрактный мир математики, а база данных – это физика. И фактически мы находимся именно на грани, в этой черной дыре, где абстракция переходит в реальный мир. И очень важно мерить, потому что люди в абстрактном мире реационной алгебра не понимают, почему это тормозит. Он написал правильный запрос, но блин, он работает медленно. И ты помогаешь ему немножко, даешь эти знания из мира физики, как все-таки, что есть скорость света, что есть там частота процессора. И постепенно, постепенно идет обмен информацией. разработчики уже начинают ощущать спинным мозгом, какой запрос будет работать быстро, какой медленней. Ну, это да, это дает очень хорошую аналитику по, например, после того, как мы выкатываем большие изменения, большие апдейты по нашей системе. Если мы собираем аналитику и видим, что нормально, условно, среднесуточно, чтобы каждый портал выполнял, условно говоря, 500 тысяч апдейтов в базе, и вдруг видим, что после очередного нашего обновления именно среднее значение по порталам, а не по каким-то наиболее активным пользователям выросло, там, на десять, на двадцать процентов, это значит какая-то ошибка у разработчиков. Мы очень быстро можем дать фидбэк и показать, где и что именно изменилось. Если это действительно ошибка, это возможность очень быстро выпустить какой-то hotfix, а не тратить время на какую-то дополнительную аналитику и поиск каких-то проблем. Ну, собственно, все это максимально тесно, максимально плотно вообще в принципе связано с мониторингом. Мы используем, в общем, достаточно распространенные инструменты. Раньше был Nagios, сейчас в основном используется Shinkin, он по плагинам, по конфигурации с Nagios совместим, но чуть удобнее нам для мониторинга именно распределенной системы по нескольким узлам. Ну, буквально пару слов я скажу про общие принципы у нас построения системы мониторинга, потому что сейчас мы мониторим три региона, у нас там уже приближается к десяти тысячам проверок в трех разных узлах мониторинга и если все это пытаться там анализировать, там смотреть по каждой проверке вручную, конечно, можно там сойти с ума. Общие принципы, ну это в целом про вообще по мониторингу, вообще лучше использовать какие-то промышленные известные решения, которые себя зарекомендовали уже на протяжении многих лет, а не писать какие-то самописные системы. Да, каких-то в конкретных кейсах это может быть оправданно, но в целом самописные решения сложнее поддерживать, если ваш администратор уйдет, а придет новый, ему нужно будет дольше вникать в систему, возможность расширения, написание каких-то плагинов, еще что-то, ну, сложнее. Естественно, на систему мониторинга нужно как-то реагировать, должна быть либо дежурная смена, либо уведомления, которые гарантированно доходят дежурному администратору, потому что если система мониторинга у вас есть, но ей никто не пользуется, ну, считайте, что у вас ее нет. Мониторить нужно, наверное, все метрики, которые у вас могут привести либо к отказу работы системы, либо к снижению производительности, начиная с технических характеристик, диски, процессоры, память, заканчивая какими-то не очень техническими, ну, условно говоря, срок действия SSL-сертификатов, делегирования доменов и тому подобные вещи. По максимуму какие-то типовые реакции на алерты мониторить. То есть, вот как говорил Саша, у нас, например, в случае аварии в дата-центре переключение между базами, оно происходит автоматически. У нас администратор не должен скакивать по каждой смс-ке на каждый алерт, он, по сути, должен отследить, что правильно сработала автоматика, отследить, что система находится в работоспособном состоянии, исследовать дальше уже в спокойном, а не в авральном режиме причины, которые привели к тому или иному сбою и уже применять какие-то меры для того, чтобы эти проблемы не повторялись. Ну и саму систему мониторинга тоже, естественно, мониторить. Скажем, наверное, пару слов по мониторингу, конкретно MySQL, какие метрики мы мониторим, что делаем? Саш, скажешь? Ну да, я в целом сейчас добавлю. Вообще, вы видите графики, но можно не понять в них многое, поэтому учитесь, изучайте Unix, изучайте старую добрую теорию операционных систем, Таненбаума читайте, системное программирование полюбите. То есть это через какое-то время вы начнете понимать, то есть любой администратор системный хороший, он знает систему на уровне ядра, на уровне ядра операционной системы, на уровне протоколов, он понимает, как это работает внутри, это важно. Это, возможно, годы, но это хорошо потраченное время, вы будете профессионалом, будете понимать, как это устроено, и вы сможете мониторить. Если тестов очень много и метрик очень много, сейчас тренд использовать для выявления каких-то аномалий нейронной сети, Deep Learning. Вы собираете кучу показателей, обучаете нейронку, она сама определяет критичные показатели, вы ее тренируете, но это решение может за три дня развернуть, и какие-то аномалии вы будете видеть заранее. Прислушайтесь к этому тренду. По поводу мониторинга базы данных, мы выбрали из разных тестов ключевые тесты, которые мы считаем важными. Хитрейт буферпула, количество клиентов, которые оборваны, то есть вы сами выбираете, просто пингуйте, просто порт, живость реплики, отставание реплики. То есть вы поймите, как это работает, а потом поставьте в мониторинг основные вещи. И не парьтесь по поводу, что мониторить систему мониторинга, а ее кто должен мониторить, то есть такие рекурсивные зацикливания, RAV и так далее, Paxos, алгоритм. Нет, просто вставьте систему, начинайте мониторить, и вы увидите, что этот нагиус, который вы мониторите, он упадет раз в пять лет. И зачем тогда изучать распределенные кластера, если, понимаете, по теории вероятности это не произойдет. А если произойдет, то позвонит клиент и скажет, ну один раз скажет, то есть не зацикливайтесь, идите вперед. Вот. Это количество медленных запросов, мы меряем, да, количество там потоков MySQL. То есть физику работы MySQL, поймите, физику работы операционной системы, это ядро, оно, несколько физических ядер, есть несколько потоков исполнения, да. MySQL использует потоки. Вы понимаете, что если количество потоков больше, чем шесть ядер, они будут выполняться медленнее, но они могут спать в операциях воду-воду. Когда вы понимаете физику, вы посмотрите, на количество потоков ставите тест и понимаете, что системе уже становится плохо. Изучите, что такое load of range. Мало кто из админов вообще знает, что такое load of range параметр. Все знают симпульс, а физику его знают единицы. Разберитесь с ним. И включите самое необходимое. Я хотел добавить, что во многих системах мониторинга есть набор стандартных плагинов, которые мониторят какие-то определенные метрики, которые везде обязательно. Как уже Петр упоминал, от Percon есть набор плагинов, который дает очень много всякой расширенной статистики. Конкретно по своему проекту выберите, что может для вас оказаться важным, включите те плагины, которые уже есть, и если вы делаете вывод, что чего-то нет, не пугайтесь написать собственный плагин. Например, практически все мониторят количество медленных запросов. Может оказаться, что количество медленных запросов у вас достаточно приемлемо и более-менее равномерно распределено, и вы знаете, что для вас является нормой. Но вот мы для себя, например, в какой-то момент определили, что да, эту характеристику мы мониторим, но у нас может быть, например, на 10 медленных запросов, условно говоря, один запрос, который мы называем очень медленным. То есть, например, вы включаете лог медленных запросов, выставляете, что записать все запросы, которые выполнялись больше секунды, условно говоря. Но, смотрите, запрос, который выполнялся две секунды, попадет туда, и запрос, который выполнялся две минуты, тоже попадет туда. С точки зрения лога медленных запросов, это вот, ну, запрос записали и записали. С точки зрения работы системы, запрос, который выполнялся две минуты, это просто полностью кошмар И совершенно аномальная ситуация, тот, который выполнялся 2 секунды, ну да, на него надо посмотреть, обратить внимание, что-то с ним сделать, но не катастрофа. Мы написали простой плагин, который у нас выбирает то, что мы условно называем очень медленными запросами прямо из лога. Мы выбираем все запросы, которые выполняются десятки секунд, которые выбирают десятки миллионов строк, которые читают огромный объем данных из Inodb, и мы знаем, что это совершенно точно аварийная ситуация. То есть это не просто у нас пошел пик нагрузки дневной и какая-то высокая активность пользователей, а это явная аномалия. То есть это совершенно точно алерт, который нужно выбрать из лога и отдать фидбэк разработчикам со словами «Вот смотрите, что у вас происходит, исправляйте». Плагины пишутся просто для, наверное, практически любой более-менее распространенной системы. Оценивайте те метрики, которые важны конкретно для вас, и не бойтесь их добавлять. Один запрос, действительно, добавлю тоже. Один запрос может зависеть базу. И вырабатываются некие принципы эвристические, чтобы понимать, что что-то не то с базой. То есть открывайте, например, шоу-процесс-лист. Обычно там пусто должно быть. Ну вот обычно пусто на веб-проектах. Когда база тормозит, тормозят, по нашей практике, все запросы, все запросы тормозят. Даже легкие. Вы понимаете, что где-то тяжелые запросы будут найти. Вы можете выполнить команду «Шоу-энжин-нудеби-статус». Разработчики скажут, это надо институт заканчивать, чтобы понять, как она работает. Нет. Если внимательно разобраться, пару выходных с кофейком, чайком, можно разобраться, как работает «Шоу-энжин-нудеби-статус». И вы поймете, что там либо все это золочилось, либо, во всяком случае, вы сможете отлавливать запросы убийцы, как Саша рассказал, и аккуратненько с ними работать. Не бойтесь учиться. Ну, важно сказать, что помимо реал-тайма мониторинга обязательно используйте какие-то системы, которые будут вам рисовать графики, которые будут позволять вам работать с аналитикой по количеству запросов, по количеству соединений, по количеству медленных запросов, ну и так далее. Мы используем MUNIN просто потому, что мы его знаем. То есть, часто нам задают вопрос, а почему вы используете именно эту систему мониторинга, а не другую? Ну, просто потому, что мы с ней уже сталкивались на практике, она нам знакома, мы с ней работаем. Это не значит, что она там лучше или хуже. Тут, в общем, на вкус и цвет товарищей нет. Какая вам система ближе, более знакома, то используйте. Используйте, вот Петр показал, вообще сейчас смотрели с Александром прекрасные графики и информативные. Может быть, на практике тоже будем использовать в дальнейшем. Ну, устойчивые пары это Moonin Nagios, Zabix Kakti. Еще я хотел бы обратить внимание на интересную систему на Go написанную InfluxDB. Time Series базы данных, масштабируемая, кластеризуемая. Посмотрите, может быть, что-то вам пригодится. Пару слов о том, как мы мониторим вообще состояние системы в целом. Смотрите, все мы знаем, что такое медленные запросы, и все мы умеем с ними работать. То есть запрос, если он медленный, если он всегда выбирает много данных, всегда просматривает много строк, он будет медленным всегда. Он у нас будет попадать в SlowLog, найти его достаточно просто, и работать с ним достаточно просто. Мы делаем Explain, мы смотрим, что происходит, и с запросом с таким работаем. Одиночные медленные запросы, если это явная какая-то ошибка, аномалия, их ловить просто. Это вообще благо, потому что это та вещь, которая легко находится, легко анализируется. Гораздо сложнее понимать, если у вас в системе много-много маленьких запросов, и вы не знаете, они у вас стали работать сильно хуже или не сильно хуже, то есть когда у вас запросы выполняются доли секунды, ну там сотые доли секунды. Вот он выполнялся одну сотую секунды, а стал выполняться одну десятую долю секунды. Вроде изменилось время в 10 раз, с другой стороны вроде все тоже достаточно быстро, а какой-то удобной метрики для анализа таких запросов, ну по большому счету, наверное, сходу придумать сложно. Вот мы используем следующую вещь. Сейчас это, по-моему, начиная с версии 5.6 существует в виде плагина, инсталируется достаточно просто, можно собирать статистику по query response time. Мы выполняем буквально две команды для установки плагина и включаем переменную query response time stats в значение on. Что нам дальше это дает? Мы можем сделать выборку из information scheme query response time, и получить гистограмму распределения запросов по времени. А сама по себе эта гистограмма уже достаточно полезная, плюс она дает вам возможность оценивать количество запросов, которые вы считаете время выполнения для себя приемлемым, к общему количеству запросов. То есть мы, например, взяли для себя следующую характеристику. У нас соотношение запросов, которые выполняются дольше одной сотой секунды к общему количеству запросов, должно быть, условно говоря, меньше 5%. Может быть, конкретно для вас это будет какая-то другая метрика. Любым простейшим скриптом, хоть на баше, мы можем сделать выборку одного значения второго и получить эту циферку процента. Выбирать ее можем с любой частотой, и дальше банально выводить в любую систему мониторинга. И дальше мы видим, вот по конкретному серверу, вот у нас есть те самые 4 инстанса, у нас количество этих запросов держится в районе 1%. Все прекрасно, все хорошо. Вот у нас вырос огромный пик до 9%. Если это какой-то одиночный медленный запрос, мы бы его так не увидели. Но здесь мы видим, что с нашей системой что-то происходило. Все наши запросы стали выполняться медленнее. То есть у нас не случилось ни аварии, ни катастрофы, но по этому пику мы видим, что в системе что-то было не так. И дальше мы уже можем исследовать, что это было. Деградация производительности дисков или опять же какая-то повышенная нагрузка от конкретных пользователей. Но мы быстро видим, какой это инстанс и что с ним происходило. Очень удобная метрика, очень сильно помогает оценивать нагрузку на систему в таких многопользовательских системах, в которых идет очень много запросов, очень большая нагрузка. Обратите внимание, простая математика. Вы берете скорость, производную под количество запросов. Вы второе визуализируете на гистограмме. Это перкуновский плагин, насколько я помню. И третье, вы придумаете простую метрику. Мы выпили кофе, придумали, и она на несколько лет работает. Метрика, которая показывает, что в среднем по больнице резко стало плохо. Все. Очень. То есть, простые вещи, которые очень полезны. Как мы вначале говорили, мы использовали сначала рейды и один большой инстанс, потом стали использовать отдельные диски и несколько инстансов. Ориентировались ровно на эту же самую метрику. У нас была картинка, держалась как раз вот около того самого порогового значения, которое мы там эмпирически для себя вывели, там 5%, а сейчас это держится в районе 1%. То есть, мы видим, что система чувствует себя в целом гораздо лучше. Ну и в заключении, наверное, можно сказать о каких-то дополнительных инструментах по администрированию вот таких больших сложных систем с большими базовыми данных. Это то, что уже упоминал Петр, это Percon и Toolkit. Далеко не все инструменты мы используем прямо вживую на практике. Если сделать большой обзор по всем инструментам, это, наверное, можно подготовить целую отдельную презентацию, тоже, наверное, там где-то на час. Но я выделил несколько инструментов, которые, ну просто у меня на слуху, которые мы использовали, грубо говоря, там за последние две недели. То есть, PT-архивер мы использовали совершенно недавно, нам нужно было поработать с таблицами, в которых там были десятки миллионов строк. Нужно было удалить старые записи. Стандартным обычным запросом, особенно если это боевая база, и туда идет нагрузка, ну практически нереально. Вы начнете там выполнять delete from и с каким-то условием, например, значение там старше определенного времени, всей базе у вас в целом будет плохо, нагрузка на диск вырастет, обычные рабочие запросы начнут работать значительно медленнее, и у вас начнется серьезнейшая деградация производительности. Вот этот инструмент позволяет достаточно в щадящем фоновом режиме таблицы либо перенести в архивные, либо записи удалить. Мы им воспользовались, прекрасно все это выполнили. PT-hardbeat – хороший инструмент для отслеживания актуальности реплики. Стандартные инструменты, например, show-слей-статус, они далеко не всегда адекватно показывают, есть отставание в реплике, нет. Иногда эти цифры, ну, бывают ситуации, когда не соответствуют действительности. Этот инструмент показывает именно актуальное состояние реплики, именно честно данные, которые из мастеров слей вы передались, и насколько они действительно отстают, не отстают, насколько они актуальны. PT-kill – тоже интересный инструмент. Если возникла ситуация, когда в системе что-то идет аномально, какой-нибудь пользователь создает нагрузку какими-то запросами, этот инструмент позволяет автоматически убивать запросы, которые вы можете найти по тому или иному фильтру, по наличию ключевых слов, по времени его выполнения, не писать какие-то собственные скрипты, которые будут дергать show-process-лист, делать kill. Готовый инструмент, который можно для каких-то, ну, вот, достаточно аварийных ситуаций, достаточно спокойно использовать. PT-query-digest мы используем для сбора аналитики и для ежедневных отчетов, которые у нас публикуются на нашем собственном портале. Мы делаем анализ лога медленных запросов с помощью этого инструмента. Ну, и 5-слей-фрестарт тоже очень удобный инструмент. Как Петр уже упоминал, мы верим, что репликация должна работать хорошо, стабильно, правильно, но бывают проблемы, бывают ошибки, особенно в случае переключения между мастерами, мастер-мастер репликации, когда у нас могут появиться либо дублирующиеся записи, либо еще какие-то ошибки. Это инструмент, который позволяет, мы его настраиваем на те ошибки, которые мы можем игнорировать и быстро реплику перезапускать и восстанавливать. В целом, очень удобные инструменты вообще для администраторов, для DBA, для обычной повседневной работы. Твой любимый инструмент PT-kill. Тяжело запроса стрелять, я шучу, конечно. Он как некий workaround для того, чтобы решить проблему быстро и сейчас, но в целом он позволяет переживать какие-то проблемы, которые у нас сейчас возникнут. Вот PT-table checksum тоже очень полезный инструмент для паранойи особенно. То есть проверьте свои таблички, не поленитесь, вы увидите, что, скорее всего, они отличаются на мастер-мастер-мастере. Почему-то это так. Давайте резюмируем. У нас в проекте один из приоритетов – это высокая надежность, доступность, отказоустойчивость. То есть вместе с тем по максимуму стараемся совмещать это с производительностью для клиентов. Обязательно используем и real-time мониторинг, и систему аналитики для того, чтобы очень быстро уметь находить проблемы, быстро их решать. А главное – уметь предсказывать, где какие узкие места могут в системе возникнуть. использование тех или иных форков MySQL, будь то Percon, сервер, MariaDB. Используйте там, где это для вас будет действительно оправдано, потому что они действительно зачастую более функциональные, иногда в определенных условиях более производительные, но при этом требуют чуть больше навыков. Поэтому самое главное – не ленитесь изучать, не ленитесь изучать документацию, смотрите, какие инструменты будут конкретно для вас полезны, и используйте те инструменты, которые будут в итоге для вас максимально эффективны. Спасибо. Вопросы, да? Давай один микрофон мы отдадим. Есть вопрос от Андрея Лещинского, но мне кажется, на него надо посмотреть глазами специалистов. Прокомментируйте резкое падение производительности по записи до 1700 секунд до Percon и кластер. И есть еще картиночка, скриншот. Наверное, это в оффлайн уже вынесем. Но это мы отдельно, да, потому что резкое падение производительности, оно же не абстрактно падает, а при каких-то определенных условиях. Давайте отдельно его посмотрим и тогда ответим. А Галера при записи должна записать на несколько нот. Это же честный мастер-мастер. Мы тестировали отдельно Галеру как модуль. При активной записи она работает медленнее, потому что она гарантирует мастер-мастер, вы понимаете, целостность данных, она должна раскинуть это обновление на все ноды, и тогда говорит окей. Естественно, ее для активной записи использовать неправильно. А вот когда вам нужны надежности, честные данные, чтобы у вас в везде было все консистентно, это, конечно, для таких кейсов она и создана. То есть не надо в нее лить, там, 2000 запросов в секунду, зачем? Следующий. Вопрос от Николая про файл per table. По крайней мере, раньше, если эту опцию не использовать, то очень сильно фрагментировался файл IBData. Правильно, неправильно, не знаю. А как с этим эффектом боретесь? У нас несколько раз бывали ситуации, это может быть не очень прямо научный подход, тут может быть даже, может быть, Петр бы прокомментировал. У нас бывала ситуация, когда мы сталкивались со снижением производительности на больших таблицах, в итоге помогало выполнение optimize table, даже на, и на DB, и даже на едином table space, и дальше эта ситуация решалась. Следующий. Вопрос от Антона Боброва. Есть ли пример облачного битрикс24, именно одна компания, в которой одновременно работает более тысячи сотрудников? У нас в максимальной облачной битрикс24, по-моему, было 3,5 тысячи сотрудников, достаточно активно они работали, это был западный клиент, большой колл-центр. Они очень активно работали, там было 3,5 тысячи сотрудников, достаточно эффективно. А почему было? Если я правильно помню, они потом в итоге перешли на коробочные решения, им требовались какие-то кастомизации, которые в облаке не получались. Ну, то есть, примеры есть, да? Вот Сергей вопрос. Правильно ли я понимаю, что в битрикс24 нет записи в одну и ту же базу, в одну и ту же базу данных, в оба мастера одновременно? Да, совершенно верно. Именно за счет этого мы можем работать с мастер-мастером достаточно спокойно и не бояться безопасности. То есть, у нас каждый конкретный, не то что пользователь, каждый конкретный портал в один момент времени работает только с одним своим собственным мастером. То есть, мы можем распределять нагрузку сразу на две базы, но один портал, то есть, в рамках MySQL, в терминах MySQL, одна база, в нее пишется только в одном конкретном дата-центре. И только на случай какой-то аварии мы там уже можем переключить на второй. Может, Саша что-то добавит? Ну, я добавлю, да, просто вспомним. У нас есть мастер-мастер конфигурации, active-active, когда можно писать и туда, и туда. Одновременно галера так и работает, в частности. И у нас есть конфигурация active-passive, мастер-мастер-active-passive. Мастер один, только один активный, либо этот, либо этот. И вы переключаете к кластерным менеджерам, либо другим инструментам, как мы там скрипт на баше, переключаете. Но вы должны дождаться закончания репликации, если говорить честно, объективно. Когда у вас, чтобы у вас не было конкурентной записи, у нас у вас будут события проектизации, которые пришли, и хиты, которые пришли. Тоже может тут никакие моменты возникнуть. Следующий вопрос. Стоит ли Bittrex Environment, видимо, 5.1.5 вместе с Percon и 5.5.48, стоит ли обновить до Bittrex 5.1.7, с Percon 5.7? И в каком порядке, дабы не слетела вся система? Это, наверное, как раз то, что вы уже рассказывали. Тут главный вопрос. Если стоит обновлять, то ради чего вы это хотите сделать? То есть обновление ради обновления, всегда посмотрите, что вы получаете с этими обновлениями. То есть если это обновление, там есть security фиксы, да, конечно, нужно. Если это обновление, которое приносит вам какую-то фичу, которую вы давно ждали, и вы знаете, как ее будет применять, да, конечно, нужно. Если это просто обновление ради обновления, то, скорее всего, нет. Или если прямо у вас очень много свободного времени, разверните рядом тестовое окружение, обновитесь, протестируйте, посмотрите, как система работает. Если все хорошо, выполните обновление уже на Bittrex. Есть комментарий по чату от Сергея. Да, производительность выросла при переходе. Полгода работаем на ней. То есть, ну, как бы, участники друг другу пишут, что при переходе производительность подросла. Ну, все зависит от конкретных кейсов. То есть вот у нас, например, очень помог переход с 5.5 на 5.6 именно в моменты больших тяжелых обновлений и с точки зрения работы с памятью на сервере. Тут еще есть… Я добавлю. Вообще-то философский вопрос обновляться или нет. То есть, конечно, не хочется обновляться, потому что это дополнительные риски, да, и как работать не трогать. С другой стороны, IT наша сфера и программное обеспечение, она развивается постоянно, и человечество идет вперед. И поэтому, если вы не будете обновляться долго какое-то время, у вас риск возрастает, что потом вам будет обновляться тяжелее. Поэтому, на мой взгляд, лучше обновляться часто, быть в тренде, изучать новинки всегда, ставить самую последнюю версию, ну, стабильнее. Потому что все развивается. Ну, то есть, есть продукты, которые работают одинаково медленно на любом железе. Мы знаем такие продукты, да, там, ну, ноутбуки, да, операционная система тормозятся. Вот. А вообще в open source, на мой взгляд, обычно по-другому. Обычно продукты улучшаются, больше фич становится. Вы понимаете, внедряются новые алгоритмы. Математика работает, разработчики работают, оптимизируют что-то. У вас и фичи, и проблемы с производительностью обычно решаются. Поэтому, я думаю, тут больше философский вопрос. Спасибо. Есть еще вопрос по Zabbix, наверное, оффлайн вынесем уже. Наверное, да. Так, и, наверное, стоит перейти уже к следующей теме. Да, я сейчас переключу презентацию. Коллеги, следующая тема достаточно короткая, буквально в двух словах, потому что был уже анонс по нашим клиентам и по нашим партнерам о том, что существует программа перехода. Сегодня достаточно подробно и детально разобрали, каким образом MySQL используется в самом Bittrex, и как это делается при поддержке компании Percon и с помощью ее решений. И мы, безусловно, тоже подразумеваем, что вариант, когда для наших клиентов требуется переход с других решений, он тоже существует. Для этого есть несколько достаточно объективных причин. В целом мы сейчас видим, что даже не сейчас, а за последние несколько лет наблюдений по рынку, мы видим, что корпоративные клиенты достаточно большие, крупные, со сложными и тяжелыми решениями все чаще и чаще выбирают MySQL как средство управления базами данных. И тому есть несколько достаточно объективных причин. Первый – это, конечно же, скорость. Не секрет, что веб-решение в первую очередь рассчитан на такой показатель, как время отклика. И здесь MySQL очень хорошо себя показывает, и неспроста мы выбрали его как некий флагман, с которым вместе идем с нашими решениями к нашим клиентам. Второй момент. Bittrex имеет собственное решение по кластеризации на базе MySQL, и в том числе такие вещи, как геокластер и построение катастрофоустойчивых решений, оно здесь отлично решается. Из-за того, что в веб-проектах MySQL очень распространен, соответственно, проблем больших с подбором правильного и квалифицированного персонала, который умеет ее правильно обслуживать, тюнить и эксплуатировать, конечно же, сейчас уже и нет. Здесь, наверное, стоит заметить, что сам 1S Bittrex участвует очень активно в том, чтобы готовить такие кадры с помощью программы 1S Bittrex Университет, где мы сами готовим курсы, сами сертифицируем специалистов, и у нас есть отдельная сертификация для профессионалов, это администрирование, где как раз основные ключевые навыки, которые чрезвычайно будут полезны, тестируются нашими коллегами, в частности, Александром Демидовым, который сегодня много чего рассказывал. Плюс… Хотел добавить? Да, я добавлю по поводу MySQL, корпоративной среде и так далее. То есть мы внимательно очень, очень любим, относимся, очень любим Postgres. Но практика такая, что наш продукт построен на MySQL, и MySQL прекрасно решает задачи, и прекрасно мы с ним работаем в облаке. Пока как бы вопрос, если будет вопрос возникать в онлайне, просто пока переход на Postgres мы не делаем, конверты не делаем, пока вот… Ну просто тоже эту тему обсуждаем, это прекрасная база, но MySQL тоже прекрасен. Вот по поводу Oracle, я скажу одно, что до сих пор стрелочка вверх в консольной строке Oracle не работает, это, я считаю, фашизм. То есть работать с такими продуктами, это… Ну почему в MySQL все удобно, а там вот надо заниматься вот таким сводомазохизмом? Это личное мнение, вообще вот таким большим картином, Oracle прекрасная база, но вот такие вот мелочи, они сильно раздражают. Плюс еще возможность приобрести платную поддержку, там от вендора или там от компании Перконы, для того, чтобы получать непосредственно там, ну что называется, помощь и поддержку от специалистов, которые имеют непосредственный контакт с этим продуктом. Поэтому с 1 июня 2016 года мы запустили программу по переходу наших клиентов. Статистика показывает, что компаний, которые используют MS SQL или базы данных Oracle не так много, но тем не менее не есть, и поэтому мы решили их в этом поддержать. Поэтому с 1 июня мы запустили эту программу, и выглядит она следующим образом. Сам переход достаточно прост, именно с поддержкой 1S Bittrex. Достаточно оставить заявку на сайте 1S Bittrex.ru. Go to my SQL. После этого кто-то из наших коллег, либо я свяжусь с вами и обсужу, каким образом будет это выглядеть. Что мы предлагаем от себя, какую поддержку? Самое первое, основное, это переход на самую последнюю версию 1S Bittrex. 1S зависит от того, что у вас Bittrex 24, либо это Bittrex управление сайтом. И здесь мы предлагаем самые топовые редакции, независимо от того, что используете вы. Это либо 1S Bittrex Enterprise, либо Bittrex 24 Holding, либо мы просто предоставим вам возможность обновить то, что у вас сейчас есть. То есть здесь, что называется, на выбор клиента идет. Плюс бесплатный мастер миграции, о котором Александр Сербул расскажет немного попозже подробно, каким образом все это работает. И, конечно же, это помощь. То есть вы абсолютно смело можете с вопросами по переходу обращаться в нашу техподдержку. Обращения именно по переходу отслеживаются отдельно, и мы стараемся очень оперативно на них реагировать. Либо писать мне, либо коллегам напрямую, и говорить, что что-то не получается, и нужна помощь. Расскажи, пожалуйста, про переход. Да, мы написали мигратор, который переносит данные из Oracle MS SQL в MySQL. Ну, допустим, вот у вас Oracle стоит. Вам нужно научиться делать бэкап. Вам нужно прочитать пять книг. Руководство по администрированию Oracle, руководство по администрированию для администраторов, потом для специалистов по бэкапам, потом для инженеров по бэкапам. Конкретно там будет ссылка на эту команду, рман, в которой там еще тысяча страниц, которые объясняют, как делать бэкап. Как делать бэкап в MySQL? MySQL бэкап. Минус-минус опт, минус-минус сингл транзакшн, и все. То есть, ну, работает. Ну, вы выводы делайте сами. Я так понимаю, я пристрастно говорю. Значит, смотрите, как работает скрипт миграции. Вы ставите, у вас есть дистрибутив Oracle MS SQL, обновляете его до последней версии битрекса, рядом поднимаете дистрибутив MySQL на битрексе, соответствующей редакции, скачиваете с сайта скриптик бесплатно на PHP. Этот скриптик запускает, появится в конфиге соединения к базам. Скриптик смотрит данные, построчно анализирует все данные в нескольких сот таблицах, выносит предупреждения. То есть, существуют вещи, например, когда в Oracle, например, или в MySQL, можно сохранить там большой блок, в MySQL, допустим, такой возможности нет. То есть, где-то данные порежутся. Но это редчайший случай. И система выведет вам предупреждение, что руками там данные куда-то сохраните. То есть, скрипт делает все возможное, чтобы у вас данные были, то есть, перенеслись. Он просчитывает все наперед, проверяет все типы, и потом выводит вам эти предупреждения, вы их устраняете. Обычно предупреждений таких нет, в большинстве случаев. И дальше нажимаете Enter, и скрипт построчно переносит данные. То есть, там можно за несколько часов перенести несколько гигабайт данных в MySQL. Файлы потом переносите руками. Все. Процедура простая, рисков минимум, и у вас прекрасный MySQL, из которого можно сделать бэкап команды MySQLDump. Спасибо. Коллеги, на этом все. Вопросы для тех, кто присутствует здесь, давайте обсуждать сразу после выступления. Для тех, кто онлайн, мы еще будем некоторое время присутствовать и отвечать на все поступающие. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.